Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Фирм Зеленевский и Спула Ораз Сточни Гданьской Специализующихся в будове котлов За взглядом на очень короткий Термин выполнения прад Это были трудные договоры Закончены счастливее подписанием умов Остатечней 7 лютого 1929 Русила будова Новая централь В кульминационном моменте на плаке будовы Праковало 600 работников В груднию, 10 месяц по розпоченчу будовы Закончено покрывание Konstрукции желазных Всяких будинках Дахом и обмуром Разбудована Колејку поветрную До транспорта вэнгла Змотовано комплетно турко Заспула номер 10 Натседло 23 грн. 1929 Натседло 23 грн. 1929 Всем уже пора начинать Здравствуйте, панели Рок pouco В этом месте были терни пофабрычные Дяга стоят новые здравия А мы в котле З готовым палениски Стой холень Стул покрытый бялым обрусом Натседло 1929 И тут особенности для фирмы Зеленецкий и стоксня Гданская. Спасибо за терминное выполнение работы. Я думаю, что пора высшая вознести ТОАСТ. Пануя келиха в голове. За всех представителей мысли технической, которые позволили электрофикацию нашего любимого города, нашей Лоди. За лет 30-е. По-просто за пумысленность. За пумысленность. А сейчас я предлагаю выехать на Плак Будовы. А было, что бы похвалить. Мы под Хлоднью Каминова. Великая, прекрасная конструкция, которая защищает несколько старших хлодней. Смотрите вверх. ТОАСТ. Черного В первых дниах сентября 1930 года можно было приступить до трудного урхомления турбо-зеспола номер 10, 4 липта. Подъявлено пробу приучения до сети. Потлобня, дайте мне Ваклабиака. Я, директор. Панец Ваклабиак, что слышать на котлах? Параметры пары в норме. То есть, что вы можете. Пушите. Пошла. Масынания. Радке, как цище? Ровно 31 атмосфер. Справьте обротомер. У нас доходят 3000. Радке. Доходят 50 Hz. За chwilę будем готовы до синхронизации. Есть. Доброе. Турбо-зеспул номер 10, подключенный до сети. Считаю всказания о мега-ватомерзах. 8,5. 9. Доходят до 9,5. У нас тоже перекростило 9,5. Турбо-зеспpton. Возвращение энергии в результате следующего господарного кризиса был более легче, чем закладывал. Но по ручке новой художни, количество спаланного вэгла на 1 кВт уменьшилась в значении. Одним из важных задач в электронной лодке было плановое и ракциональное освещение лодки. Возвращение 1932 года. Продолжение следует... Гратулуј, панове! О, пан инженер! Гратулује. Гратулује коледзе. Дякую! То, че, 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 че? Педнее. Преце, че, че уже ниг не постави лампы электричней nr 3000 в Лодзи. Найвађнейше, что в Лодзи ест клејна улица, у ктое не беђе страх по цемку ходзић. О, јас не е на Лодзь, јас не е! А то правда? Что Вы еще пред войны ставьте лампы? Это давние часы! Может, Вы, Пан Николайник, пойдете с нами? Где вы спотекаете? Такое свято! Только в Тиволи? Да? Добрый, о которой? О 8. О 8. До вечера! В поле лет 30. Электрования Лучка стала себя одной из самых и самых лучших и наобочеснейших лаконистов. Затруднение в ней инженерове застанавливали себя над межливостьями использования материалов бочных о встаных процессе спланирования. Жаль, что было на трансформаторах? Хорошо. Станислав Григорьев, внук офицера армии царской, от 15 лет в электровне лодской. Просил в ВИДЗЕЛЕ СИЕЦ. Просил о пренесение до котлов. Укончил Школу Технично-Премисловую. Хорошо, но хотел бы научиться чего-то нового. Хотел бы меня когда-то заступить? Почему не, пани механику? То есть все, что нужно было в воде в конвейере? 220! А сколько килограмм вентиля в каждом везде? 150! Но хаус! И это все лечит до моего! Это ма быть цихо? Ну, рация! Ну, тут немного легче. През нами уновочезнение системов очищения дыма. Видяем такие у Немцов и Французов. Лата 30. Принесли 50-процентный прирост энергии витворенной и спрежденной. Электровня обслугила о 40 000 отборцов меньше, чем в летах попредних. В 1939 подготовили до последнего этапа обслуга. Закупили и замотировали турпо-зеспейс о мощности 30 МВт. Электровня Удска превратила 100 МВт мощной максимальной. Кораз глоśniej говорили о войне. На территории Лоди Немцы становились 10% mieszkańców. В последних дниах сьерпня в обае перед działаниями 5-й колумны влады миста постановили интерновать 600 обыватели похода немецкого. В средних были работники электровни лодки. 1-го праздника началась война. 8-го września войска немецкие вкроцили до Лоди. З электровни усунили до wszystkich polskих працанников шчебла decyзыйного. Установлено приумсовый заряд немецкий. Лоди влажно до ржеси под названием Лицманштадт. В полномочной сфасте Какие были losы электровни в тракте трвания войны и в моем закончении увидимся в следующей части. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»